Представляю вам еще одно видео по общей выручке и ценовой эластичности спроса, чтобы убедиться, что взаимосвязь между ними ясна. Нарисуем произвольную кривую спроса. Это ось цены, ось цены, ну а это ось величины спроса. Вот здесь кривую спроса. Отметим какую-нибудь цену и количество на кривой. Допустим, есть некоторая цена вот здесь. Обозначим ее P1 и некоторое количество спроса, обозначим его Q1. Мы уже знаем, что общая выручка — это площадь этого прямоугольника, цена, умноженная на количество. Если мы продали 2 бургера за час под 9 долларов за бургер, мы получили 18 долларов за час. Вот площадь здесь. Предположим, что на данном участке кривой ценовая эластичность спроса больше единицы. То есть это случай эластичности. Модуль эластичности спроса больше единицы. Это значит, что при снижении цены на 1%, количество вырастет более чем на 1%. Итак, при снижении цены на 1%, снижении цены на 1%, количество вырастет более чем на 1%. Это следует прямо из определения или формулы эластичности. Помните, эластичность — это относительное изменение количества к относительному изменению цены. Относительное изменение количества к относительному изменению цены. Если ее модуль больше единицы, это будет означать, что это количество будет больше чем это. Итак, при снижении цены на 1%, изменение количества будет больше 1%. Для этой точки при снижении этого показателя на 1%, этот показатель увеличится более чем на 1%. Любое снижение высоты будет с лихвой компенсировано ростом ширины. Компенсировано ростом ширины. И общая выручка увеличится. При снижении цены на 1% и росте количества более чем на 1%, общая выручка увеличится. Теперь спустимся на этот участок кривой. Обозначим эту точку P2, а эту — количество 2. Эта площадь будет общей выручкой 2. Общая выручка 1 вот здесь. Цену умножим на количество. Предположим, что модуль нашей ценовой эластичности спроса меньше 1 в данной точке кривой. Итак, модуль нашей ценовой эластичности спроса меньше 1 в этой точке. Всё это просто способ сказать, что при снижении цены на 1% мы получим рост количества менее чем на 1%. Если у нас снижение на 1%, мы уменьшаем высоту на 1%, но ширина не увеличится на 1%. Увеличения не произойдёт. В общем, это приведёт к уменьшению площади. Площадь станет меньше. Мы снижаем нашу высоту больше, чем увеличиваем ширину. В данной ситуации общая выручка снизится. Помните, первый случай произойдёт при эластичности. Снижение цены приведёт к росту общей выручки. А при неэластичности снижение цены приведёт к уменьшению общей выручки. Как можно догадаться, ровно в точке единичной эластичности, где-то здесь, снижение цены на 1% приведёт к росту количества спроса ровно на 1%. Что-то вроде баланса заметного изменения выручки не произойдёт. Я говорю это потому, что во многих учебниках экономики написано, что выручка не изменится. Однако при подробном рассмотрении мы получим следующее. Я запишу. Модуль ценовой эластичности спроса в этой точке единицы, что говорит о том, что при снижении цены на 1% количество увеличится на 1%. При снижении цены на процент количество растёт на процент. Но если обратиться к расчётам, обозначим эту точку цена 3, а это количество 3, то общая выручка 3, то есть эта площадь, будет равна цене 3. будет равна цене 3, умноженное на количество 3. Если мы снизим цену на 1%, это будет 0,99 умножить на нашу цену. А если мы увеличим количество на 1%, это будет 1,01 умножить на наше количество. Подумаем, что означает эта цифра. Общая выручка не останется точно такой же. Если умножить 0,99 на 1,01, ровно 1 не получится. Иными словами, 0,99 умножить на 1,01 будет на 1% меньше 1,01. А 1% от 1,01 немного больше, чем 1% от 1. Другими словами, это значение будет на 1% больше 0,99. А 1% от 0,99 немного меньше, чем 1% от 1. Итак, 1% не получится. Можете проверить. 0,99 умножить на 1,01 очень близко к 1. Это 0,9999,00 умножить на P3Q3 или 0,9999,00 умножить на общую выручку 3. Грубо говоря, она остается неизменной. Это общее эмпирическое правило. Значит, находясь в условиях единичной эластичности… Находясь в условиях единичной эластичности, снижение цены, грубо говоря, не изменяет общую выручку. Не изменяет общую выручку. Хочу убедиться, что это понятно. Это следует из данных площадей. Если высота снижается меньше, чем увеличивается ширина… Очевидно, что площадь увеличивается, по крайней мере, в большинстве случаев. Это зависит от того, полностью ли наше снижение высоты компенсируется шириной. И в этом случае выручка не изменится. Если высота снижается больше, если площадь, которая отнимается сверху, больше той, которая добавляется по ширине, то общая выручка снизится.